Всем здравствуйте! Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Причиной случившегося с певцом стал обширный инфаркт. Он умер ночью в машине скорой помощи. Шатунову было всего 48 лет. Многочисленные поклонники до сих пор не могут понять, как такой молодой и энергичный певец мог уйти из жизни в столь раннем возрасте. Вот и сейчас в преддверии грандиозного концерта в память о Юрия Васильевича стали всплывать неожиданные факты. Так, например, ходят слухи, что за годы успеха «Ласкового мая» сам Юрий Шатунов на этом проекте почти ничего не зарабатывал. «Когда все только начиналось, я был маленький, и мне денег вообще не давали. Просто покупали все, что я хотел», – признавался певец. Как отметил Евгений Морозов, руководитель одной из компаний, связанных с концертной деятельностью, за годы своей карьеры Шатунов заработал около 100 миллионов евро. Вот только почти все эти миллионы сгорели из-за неудачных вложений Разина. Наследникам достались только дом в Германии, квартира в Москве, творческое наследие и счет в банке, заверил эксперт. Юрий Шатунов всегда жил скромно и рационально тратил свои деньги. Он признавал, что не беден, но на самом деле мог бы быть гораздо богаче. Если бы не роковая ошибка, а может быть и что-то иное со стороны его бывшего продюсера Андрея Разина. Всем известно, что в последние годы они были в серьезном конфликте и постоянно судились. Как оказалось, черная кошка пробежала между ними давно. Произошло это из-за огромных денег, которое Шатунов неудачно вложил по научению Разина. Продюсер убедил музыканта вложить миллиардные гонорары в покупку 15 сочинских пансионатов времен СССР. Но потом Разин вдруг продал эту недвижимость по бросовой цене, сославшись на то, что она якобы сильно подешевела. Шатунов был в шоке, ведь трудно поверить в то, что курортные постройки вдруг стали дешевыми. Добавим, что Разин и сейчас не может успокоиться. Он осыпает страшными словами тех, кто выступит на концерте в честь Юрия. Вот только Шатунов для всех останется единственным и незаменимым исполнителем «Белых роз» и «Седой ночи». Именно поэтому скандальный продюсер настолько разозлился на тех, кто хочет поддержать Шатунова и его близких, что продолжает негативно высказываться в их адрес. Отметим, что в связи с последними событиями захоронение Юрия Васильевича взяли под усиленную охрану. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok